О Сергее Бодрове, человеке и актере, ставшем таким близким для Петербурга, мы прямо сейчас поговорим с теми, кто работал с ним на одной съемочной площадке. У нас на прямой связи актер, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Федорцов и актриса, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Письмиченко. Они оба готовы уже с нами пообщаться. Андрей, Светлана, я вас приветствую. Андрей, первый вопрос вам. Вы с Сергеем Бодровым играли на одной съемочной площадке. Расскажите, каким он был партнером, вот именно по съемкам, насколько интересно, вот лично мне, он тогда в момент съемок фильма «Брат» понимал, что он настоящий символ или может стать символом поколения, действительно. Потому что для Петербурга тот же самый «Брат» — это какая-то действительно уже настоящая классика. Здравствуйте. Когда мы с Сережей снимались на квартире Балабанова, если вы помните, когда Журавлев там стрелял и так далее, ну, конечно, Сереже, я думаю, не думал о славе и так далее. Вообще, он все время на съемочной площадке что-то писал. Я один раз подглядел, говорю, а что ты пишешь? Он говорит, ну, защищай диссертацию. Он писал архитектуру венецианской живописи эпохи Возрождения во время фильма «Брат». И потом, в результате, он защитил кандидатскую. Вот это самый интересный факт, который многие не знают. Да, многие не знают. Я вам честно признаюсь, я не знал, хотя, в принципе, фильм «Брат» вот лично для меня, но он как родной. А вообще, как его охарактеризуете? Говорят, был очень спокойный человек, очень тактичный. Или все-таки мог он взорваться, например, на съемочной площадке, что-то такое эмоциональное выдать? Да, на самом деле, очень спокойно совершенно. Но когда мы с ним на Смоленском кладбище таскали трупы, ну, там был, на самом деле, один человек из массовки, который долго нас ждал, напился вдрызг. И мы его в мешке вот таскали, одного и того же человека. И он там песни пел, дрыгался. И в какой-то момент, если вы помните, мы там идем и падаем на такой железный забор. И после этого, если очень внимательно посмотреть, там Бодров ему дал очень сильно в поддых, так, чтобы он там не кричал, не пел песни, ну, потому что он должен быть как бы мертвым. Вот это единственный раз, когда я видел, когда я ему уже достал. Потому что дождик был холодный, и этот еще пел в мешке для трупов. Достал. Действительно, тут, знаете, даже самые крепкие нервы задут. Слушайте, а все-таки, вот я думаю, что вы со мной согласитесь, ведь правда стал Сергей Бодров настоящим родным человеком для Петербурга. Потому что есть фильм «Брат», который Петербург олицетворяет начало 2000-х, конца 90-х, как угодно. Как сам Сергей относился к северной столице? Ведь все-таки родился он в Москве. Все-таки по работе он здесь больше присутствовал? Или все-таки он правда говорил об этом городе с любовью, с настоящей? Ну, вы знаете, мне кажется, это как вот Юра Шевчук или Бутусов. Они приехали в Питер, и они питерские. Хотя они из другого города и жили там, но приехали в Питер как бы работать. А мы считаем их за питерских. Ну, потому что, не знаю, я вот когда в Владивосток прилетаю на гастроли, они говорят, ты какой-то Владивостовский, мне это нравится. Ну, не знаю, атмосфера города. И, наверное, у Бодрова было внутреннее ощущение какое-то такое, которое мы принимали очень близко и как за своего принимали. Да, вот хочу обратиться к Светлане. Светлана, я вас приветствую. Здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как с девушками работал Сергей Бодров? Что он говорил? Как именно вот он с актрисами выстраивал свои отношения? И каким он был мужчиной вообще? Ну, я хочу, во-первых, пользоваться очень, передать большой привет Андрюше Федорцову, которую я только что прослушала с большим вниманием и тоже узнала про диссертацию впервые. Андрюш, тебе привет огромный. У нас здесь потрясающее небо. Он вам тоже привет передает. На Нарвской. Да, спасибо. И я просто хочу про женщин попозже поговорю. Я просто вспоминаю этот день, когда это случилось. Мне кажется, это был какой-то ужасный, дождливый, холодный день в сентябре. И мне кажется, у меня был какой-то спектакль. Я шла в театр, и я не понимала, что происходит. И я думала, что, наверное, нужно что-то отменять и устраивать день, чтобы все остановилось. Потому что мы все еще не понимали, что случилось. Но я потом позвонила Вите Сухаруковой. Витя сказала, что папа был уже на месте происшествия. Папа улетел оттуда. Поэтому надежды никакой нет. И тогда мы поняли, что случилось что-то непоправимое. Хотя я и сейчас в это не верю. А насчет женщину я не знаю. Мне кажется, у меня не было большого опыта наблюдать за ним, как он работал с девушками. А то, что касается его какой-то деликатности, у него не было такой актерской сути. Он как-то себя вел, потому что он не был актером, слава тебе, Господи, в тот период. А защищал вот такие нормальные диссертации высокого такого класса. Вот. И поэтому он в нем не был. Он если бы прошел по улице тогда, мы бы не поняли, что это артист идет или не артист. Светлана, знаете, какой вопрос? Он был абсолютно органиченный на сцене. Простите, я вас перебью. В принципе, вопрос и к вам, и к Андрею. Только по очереди. Ответьте. Сначала вы. Фильм «Брат поменял» Сергея Бодрова? Ну, я думаю, что это, в общем, была его стартовая площадка, несмотря на то, что это не первая его картина была. А вот именно этот тандем с Лешей Балабановым, когда вдруг они почувствовали, родные души почувствовали друг друга, и он получил огромный заряд творческой энергии. Мне кажется, если бы не случилось с «Братом», то Сереже не было бы дальнейшей такой карьеры мощной и режиссерской. Потому что Леша, мне кажется, окрестил его на это дело. Андрей, вам тот же самый вопрос. Если бы не было встречи с Лешей, я думаю, что все было по-другому. Спасибо, Светлана. Вам тот же самый вопрос. Фильм «Брат» он поменял Сергея? Как он отразился на его жизни? Какую роль он сыграл? Ну, я со Светой согласен. Я бы хотел сейчас в двух словах сказать, что в его смерти, наверное, мы тоже виноваты, потому что мы снимали с Сергеем Снежкиным как раз в этом месте. И потом, когда приехали в Питер, мы сказали, что, Сережа, едь туда, потому что там хорошие ребята, хорошая группа, и там все будут помогать. И вот когда это случилось, там наши друзья, которые до этого были на нашей съемке, они тоже погибли, и, в общем-то, это все-таки вина тоже на нас стоит, на нашей группе убойной силы, когда мы снимали, что мы посоветовали ехать туда и снимать. Скажите, пожалуйста, а сами вы как оцениваете вот тот Петербург, в котором вы снимали фильм «Брат»? Сильно с тех пор он поменялся? Петербург, что вообще изменилось? И насколько вот этот Петербург, которым снимался «Брат», он действительно вот такой вот российский нуар, черный пес Петербург, как про него говорят? Ну, Петербург с тех времен, конечно, поменяли всю кровлю, наконец-то начали заниматься дворами, центром. Ну, так Петербург помыли, как следует, и обновили. Но он остался, конечно, таким же красивым и интересным. Ну, знаете, может быть, это очень, точнее, не может быть, это, конечно, очень хорошо, что Петербург преобразился, преобразился в положительную сторону, но все-таки часть его вот именно останется в фильме «Брат 2», так как и Сергей Бодров всегда, я думаю, и с вами, и со Светланой, и с нами, кто этот фильм любит и знает. Вот лично для меня, например, это какой-то вот один из тех фильмов, может быть, не детство, может быть, скорее такого юношества, которое вот всегда, навсегда останется в сердце. Я даже, честно вам признаюсь, я люблю больше первую часть, чем вторую. Мне вот этот Петербург ближе, чем Америка. Вам большое спасибо за ваши комментарии, за этот разговор. На прямой связи со студией были наши актеры, заслуженные артисты Российской Федерации. Это Андрей Федорцов и Светлана Колесниченко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!